Здравствуйте, дорогие друзья, еще раз опять постараемся, точнее, я постараюсь вас ознакомить с некоторыми красотами бывшей Югославии, Балкан, как угодно. И хотя я думаю, что многие рыболовы, особенно увлекающиеся нахлостом, или которые в постоянных поисках хороших мест для ловли Дунайского таймения, уже давно слышали про Плавское озеро в Черногории. Для тех, кто на этом озере никогда не был и никогда, может быть, о нем и не слышал, я сегодня решил посетить данное Плавское озеро. Которое находится в примерно 150 километрах от столицы Подгорица в Черногории, или от границы Сербии, это самый ближайший большой город Топре, более где-то каких-то 120 примерно километров. Само озеро отличается фактом, что оно настало от ледников, то есть самому озеру уже больше, чем 2, 3 или 5 тысяч. Оно было 5-6 тысяч лет назад, оно есть, и я надеюсь, что оно будет. От самого озера начинается река Лим, которая тоже, возможно, определенным рыболовам известна, которая дальше течет на север Черногории, проходит через юг Сербии, уходит чуть-чуть западнее, дальше вливается реку Дрина. Само озеро Плав, то есть, как они говорят здесь, и в самом деле ее правильное название, это Плавское озеро, является чистейшим резервуаром практически, точнее, почти питьевой воды, потому что в нее, в данное озеро, в него, в данное озеро до сих пор и на постоянной основе уже этих 5-6 тысяч лет вливаются, что горные реки, которые, я думаю, вы видите, что здесь горы не особо низкие, тут больше, чем 2 тысячи метров, вливаются все горные речки, которые выходят из стен данных гор, и кроме них, все снега, которые здесь тают, или, грубо говоря, никогда, что редко бывает, конечно, или тают где-то уже к концу июня, все равно через эти же речки попадают в данное озеро. Соответственно, это, так сказать, маленький рай для, в принципе, небольшого количества или разновидностей, точнее, разновидностей рыб. Давайте мы все-таки начнем с самого озера, что из рыб в нем есть, чем оно, так сказать, отличается от других мест вообще на Балканах. Ну, я пока буду держаться в бывшей Ивгославии. Значит, первый основной вид рыбы, который, ну, очень редко можно встретить, это, как говорят, эндемик, то есть никто это сюда не заносил, это вид форели, который они здесь все называют озерной. Многие скажут лейктраут, кто-то, может быть, скажет, что это браунтраут и так далее и тому подобное. Но факт тот, что это вид форели, который живет только, ну, я не имею в виду сам вид, а я имею в виду здесь, в этих просторах, данная форель обитает только исключительно в данном плавском языке. Кроме данной форели на окраинах самого озера можно встретить достаточно серьезную популяцию хариуса, который вплывает в данное озеро из одной реки. Дальше можно также по сторонкам озера и иногда даже посередине найти Дунайского таймени, достаточно крупные экземпляры. Кроме этого, здесь достаточно серьезная популяция головля, потому что летом озеро сильно прогревается, и это дает возможность головлю тоже обитать в самом озере. Кроме этого, можно найти Бадуста или, как у нас здесь это называют, Скобаля или Шкобаля. И здесь достаточно много щуки. Вы сами увидите по видео, что тут есть прекраснейшие места для обитания щуки, а кормовой базы у нее, поверьте мне, более чем достаточно. На самом озере, как я уже сказал, находится город Плав, в котором полно разных видов отелей или домиков, где в домиках можно просто снять, грубо говоря, колько-места. Есть четырехзвездочный отель, который вы, грубо говоря, сейчас и увидите, в котором есть все удобства, который, естественно, находится на берегу самого озера, и который по стоимости, я думаю, приятно удивит. О самих стоимостях я в этом видео не буду говорить, потому что здесь слишком много информации, учитывая огромное богатство рыбы. В самом Плаве, как я уже сказал, есть места, где можно остановиться. Через Плав проходит вполне нормальная дорога. Также она вполне приемлемая и достаточно обновленная. И от Подгорицы сюда, и от Юга Сербии сюда. То есть здесь одно из основных преимуществ в том, что вы спокойно на собственном транспортном средстве или арендованной машине перемещаетесь практически до любой точки, как озера, так и рек, которые в себе содержат хорошие места для ловли. Соответственно, на машине вы можете ездить вокруг озера, а на озере спокойно арендуются лодки, с помощью которых вы, соответственно, перемещаетесь по озеру и ищите эту же лейктраут или озерную форель, или ищите ту же щуку, или по берегам, где достаточно много травы, ищите головля, или, если вам повезет, в определенных местах ловите Дунайского таймени. Далее по водным ресурсам идем дальше. Те, кто занимается достаточно плотно нахустовой рыбалкой и особенно любит ловить хариуса, про данную реку уж точно знают. Те, кто не знают, я надеюсь, что отважатся с ней познакомиться. Почему отважатся? Данная река, как я уже сказал, круглый год является основным источником воды для данного озера. Она круглый год имеет одну и ту же температуру, я думаю, не более 6-7 градусов. Я сегодня прошелся, что-то до сих пор в нижних частях тела не особо приятно. Имеет, что первое и основное, огромнейшую популяцию хариусов, которые достигают до 60 см, то есть до веса 2,5 кг. Бывали экземпляры 3 кг, а в среднем это 20-25 см до 50 см. Почему я сказал, отважитесь, сегодня это увидеть нельзя. Очень облачно, то дождик, то нету, солнца практически нету весь день. И даже учитывая этот факт, и даже учитывая дожди, которые шли последние 3-4 дня с переменной успешностью, это вода все равно более-менее прозрачная. Она находится чуть ниже уровня, так сказать, земли, то есть самого озера. И хариус сам по себе просто все видит. То есть все движения рыболовов, ходьбу по берегу, про шум я не буду говорить и так далее и тому подобное. То есть кто думает, что или считает, или любит более такие серьезные задачи и думает, что может это осилить, пожалуйста, вперед, рыба есть. Здесь достаточно серьезная служба рыбинспекторов работает, которая за последние 10 лет, ну я вам так скажу, привело это, ну довело это до места, в которое очень много людей съезжает. Не только на хрустовиков, а и людей, которые хотят половить и спиннингом. Идем дальше от реки Люца и доходим до, в принципе, основной рыболовной достопримечательности данного края, а это само начало тока реки Лим, который, как я уже упомянул, дальше течет на север Черногории, входит в юг Сербии, даже есть кусочек, который течет по Боснии, но это все сложно и не имеет особенного значения. А то, что имеет значение, это высшеупомянутая рыбоохрана или организация, или тоже не имеет значения, которая за последние 12 лет все-таки привела это в какое-то более цивилизованное состояние. Мусора здесь практически нет, что, например, не случай в Токе-Лима в Сербии, в большей части, где вы будете смотреть, трусы на ветках, чьи-то тапочки, чей-то потерявшийся ботинок и так далее и тому подобное. И что гораздо более важное, чем сам мусор, это то, что здесь рыбный фонд не то, что охраняется, а делается все возможное, чтобы дать самому рыбному фонду самостоятельно увеличиваться. Я, конечно, не задавал этот вопрос, хотя, конечно, это неправильное слово, я его не задавал по одной простой причине. Я, может быть, не их теолог, может быть, что-то я не совсем понимаю в реках, и чем рыба питается и так далее, но то, что я увидел последние, ну, грубо говоря, сутки здесь не говорит только об одном. Здесь просто рыбу надо оставить в покое. Не надо ничего зарыблять, не надо ничего добавлять, не надо ничего особенно убавлять. В самой реке Лим невероятно, то есть удивительно хорошие условия для развития тех видов рыб, которые здесь представлены. А они конкретно подуст или полуст или шкобаль, или скобаль, который является совместно с достаточно серьезными экземплярами хариуса, также достигающими реки Лим и 50 сантиметров. Кроме хариуса здесь есть ручевая форель, которая тоже может вырасти, потому что огромная кормовая база, река большая, мест много, где можно спрятаться и так далее и тому подобное. И все это нас приводит к одному из основных видов рыб, за которым люди готовы ездить очень далеко и терпеть и холод, и дождь, и снег, и так далее. А мы говорим о Дунайском домине. Почему я подчеркиваю то, что они не зарыбляли, и что здесь есть все условия, чтобы данная рыба успешно нерестилась и увеличивался рыбный фонд реки Лим во всем токе, который контролирует данная организация. Они очень серьезно подошли к данному вопросу и не только стараются в этом плане объясняя рыболовам, что в определенные места реки нельзя заходить, соответственно, когда нерест, а пошли чуть-чуть шаг дальше, в отличие от многих других рыбинспекций в Сербии и Боснии, и просто тупо оградили нестилище в данной реке. То есть есть нерестилище тайменя, будьте добры, не заходите за нитку, которая протянута между двумя колами, забитыми в дно реки. Есть нерестилище кариуса или форели, будьте любезны, туда вообще никогда не заходить. Тут вполне достаточно других мест, которые позволяют спокойно, без стресса, без каких-то дополнительных движений, усилий, ловить рыбу. Кроме того, что они обеспечили яд, так считаю, основной момент для существования вообще рыбы в этой реке, то есть саму лиме, они достаточно качественно анализировали саму реку и выделили определенные места, где разрешен нахлыст, потом выделили места, где можно ловить и нахлыстом, и спиннингом, определенные места тоже выделили, где вы можете просто сидеть с поплавочком, где нельзя трогать, например, ни хариуса, не говоря от Аймени, и тем самым уже на протяжении многих лет достигли, я так скажу, серьезных результатов. Здесь достаточно много людей ездит, ездят со всей Европы, кроме того, даже я не видел, поэтому не буду гарантировать, но так как китайцы здесь строят одну платную дорогу в Черногории, пожалуйста, ответственные китайцы за это естественно приехали на Клавского язера. не ездили никуда больше по Черногории, потому что не надо заморачиваться. Если вы в Черногории, вы хотите половить рыбу, и вы не особо страдаете ловлей, например, карпа или на поплавок, вы просто садитесь в машину и приезжаете сюда. Этому есть одно очень интересное, я думаю, одной из самых главных причин это стоимость дневного разрешения ловить и в озере, и в реке Люца, и в реке Лим, и в некоторых других речках, которые менее доступны. Данное разрешение стоит 20 евро в день. Такие места, насколько мне известно, с таким разнообразием рыбы, с таким подходом в данной работе и сохранению того, что здесь есть, и обеспечению дальнейшего размножения рыбы, стоят минимум от 70 до иногда 150 евро в день. Поэтому, учитывая все, что я сегодня здесь увидел, учитывая то отношение, которое я видел у данной организации, я, честно скажу, забыл название, потому что мне оно не интересно, в том плане, что познакомиться с людьми, которые все это всем этим проводят. Единственное, что я могу сказать, это, по-русски, это молодцы или как хотите, ну, отчасти даже, учитывая разные факторы и поведение местного населения, ну, просто герои, если вы меня спрашиваете. Люди все сохранили, отдали возможность людям со всех уголков мира сюда приезжать и получать огромное удовольствие при ловле рыбы. Больше всего, конечно, нахлыстно, потому что хоть оно и не настолько удаленное от цивилизации, как, например, река Крадос в Сербии, дорога не над головой. То есть, вы, конечно, услышите, тут и там проезжающую машину, но сам Лим находится достаточно далеко от реки, чтобы и есть огромнейшее количество удобных подъездов. Даже если вы приедете на своей простой легковой машине, вы сюда можете спокойно перемещаться по реке, по разным местам, припарковать спокойно машину, не задумываясь над тем, будет ли ливень, и вы не сможете вытащить свою машину из грязи. по другим моментам. Я, конечно, прошелся по городу, посмотрел несколько уровней ночевания, но на данный момент что-то конкретное кому-либо предложить я не готов. Лучше просто увидеть на самом видео. Типы снастей и так далее и тому подобное это тоже лучше задавать или вопросы, или посмотреть какие-то может быть предложения других организаций, или я укажу и указал ссылку на сайт данной рыбинспекции, данной организации, которая обеспечивает порядок здесь на воде. Там все написано, там вся информация, там когда можно ловить что, кого, и так далее и тому подобное. Единственное, что я сейчас еще добавлю, хотя я думаю всех уже утомил и отчасти себя, но извините, я просто в восторге. Я знал, что я буду в восторге, когда я приеду, потому что мне уже многие люди рассказали, что это здесь такое, но честно говоря, все равно чуть-чуть удивился. Здесь нахлыстом можно ловить круглый год, если это позволяют условия. Это еще один плюс данной организации, который мне больше всего даже понравился, что если природные условия так сказать, не позволяют достаточно безопасной для рыбного фонда ловлю какого-либо вида рыбы в определенных местах, здесь на этих местах, на этих участках реки или на самом озере ловить нельзя. У них если, конечно, а есть все равно как и у всех, кто занимается определенной работой, деньги где-то на каком-то месте в голове, они уж точно не на первом. Первое основное это сохранение рыбного фонда и озера, и рек, которые вливаются в данное озеро, и лима на всем протяжении тока, которым они управляют. Единственное, что я последнее уж точно добавлю, это, ребят, если вы любите ловить нахвостом кариусы, если вы любите ловить нахвостом ручевую форель, если вы считаете, что у вас достаточно и опыта, и знания, и подходящих приманок, чтобы половить в озере данную лейктраут, браунтраут, какая разница, как она называется, является здесь видом, который живет в этом озере уже, бог знает, сколько тысяч лет и достигает веса и до 3, и до 4, иногда и до 6 килограмм. Приезжайте. Хотите сегодня ловить форель, завтра ловить щуку? Приезжайте. Хотите опробовать себя в ловле тайменя? Приезжайте. Хотите да, господи, просто взять и отдохнуть. Даже вот при такой погоде, которую сейчас видите. Приезжайте. Те цены, которые здесь, пока это ну смешно. Ну правда, ну смешно. Ну ночевка в нормальном, отельчике ничего особенного, еда так себе с завтраком ну 17 евро, ну господи, ну смех и грех. Ну в самом деле смех и грех. Сели в машину, проехали 10 минут, ловите Хариуса. Сели в машину, проехали еще 20 минут, арендовали лодку, поехали, половили щуку или фары. Все есть. Все, себя утомил. При объезжайте. Если нужны информации, пожалуйста, спрашивайте, подскажу, объясню, кто главный, кто не главный, и так далее, и тому подобное. На сегодня по данному конкретному месту с меня все. Спасибо, до свидания, и увидимся, господи. Есть еще места, надо показать. Все, счастливо. Субтитры